СИФУ 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 КРАВ par ca CAN А-ну-ка А-да Так,мне не нравится,что я отлавливаю много,но, ничего страшного ПИW Мы как Бэтмен Мы их не убиваем,мых Ууууу Мы их просто С box Сильно к...К...К...К...Калечим Здесь есть такие... Ну ладно. Я думаю, это заживет до свадьбы. И это тоже. Здесь есть вот такие эффектные добивания. Но, кстати говоря, обратите внимание, вот на красный пояс. А по идее, я не знаю, как в этом их виде искусств, которым они здесь обучают, но черный пояс, по идее, самый жесткий должен быть всегда, да? Я когда-то тоже ходил на боевые искусства, кстати, но у меня в итоге получилось... У меня был белый пояс, и максимум там одна или две полоски. Второй разряд у меня был, короче, максимум. Дальше я не доучился. А ты говорил, что они будут сопротивляться. Я даже почти не вспотел. Не быть таким высокомерным. Мало ли, как жизнь к тебе повернется. А вдруг жопой что ты будешь тогда делать? Я посмотрю. Так, эти двери у нас не открываются. Из них даже никто не вышел. Видимо, побоялись. Я, короче, променял боевые искусства в свое время на игру. У меня был выбор когда-то. Или ты продолжаешь. Тогда игры, чтобы вы понимали. Короче говоря, стоили очень недорого. Прям совсем, там, максимум. Ну, в тот момент, в зависимости от курса долларов, в долларах, на помню, стоило всегда одинаково. По моей валюте это было не очень дорого. Прям дешево, я бы сказал. И у меня стоял выбор, заплатить за курсы или купить на это дело игру. И я такой, да ну нафиг эти боевые искусства. Я хочу играть. Игра. Пошел, купил. Я не помню. Кажется, Звездный Десант я взял тогда игру. Кажется. А, нет. Или да. Да, кажется оно. Это же те, которые про Арахнидов. Это... И я. Так, возьмем бутылку. Можно швыряться предметами? Ага, это НРБ. Только я не знал, как это сделать, поэтому получилось как-то так. Так, назад нам не надо. Идем дальше. Возвращаясь к игре, я покажу вам немножко. Я сам ее уже видел, как вы можете уже понять. Мне в принципе... Ой, показалось что-то за окном. Это просто листик. Мне она не понравилась. Я ее немножко посмотрел. Думал пройти для себя. А потом подумал, что даже этого я делать не стану. А показать вам я ее все равно хочу. Потому что может быть вам понравится. Вот. Вы захотите поиграть и сами пощупать ее в принципе для себя. Как ты посмел снова явиться сюда? Тебе не стоило возвращаться. Нас, видимо, их знали за какую-то херню. И я пришел завершить начатое. Ну, наваляйте, если сможете. Либо они не сильные, либо мы сильные. Вот есть такие добивания. Если честно, их лучше всего, наверное, не использовать. Вот так. Лежать. Потому что есть такие противники, которые очень гнусные. Ты их вроде как избил, повалил, собираешься добить. А у них открывается своего рода второе дыхание. И они в итоге наносят тебе больше урона. У них больше здоровья. И оно сразу... И оно... На втором дыхании оно у них восстанавливается. Полностью на максимум. И с ними сложнее сражаться. Поэтому я думаю, что лучше всего использу... Что лучше всего не использовать добивание. Где он? Махнул головой, как будто бы он должен быть здесь. В этой беседочке. Но на самом деле он здесь. Здравствуй, Сифу. Остановитесь. Янг. Янг. Конечно же. Ты стал медлительным, Сифу. Ты знаешь, зачем я здесь, не так ли? Просто уходи. Это было ошибкой. Мне не стоило учить тебя. Теперь ты знаешь слишком много. Благодаря твоему возвращению сегодня я получил второй шанс. На этот раз я сделаю то, что должен. Я не хочу этого делать, но просто вынуждаешь меня играть. К сожалению, Сифу возраст так или иначе дает о себе знать. Ты, видимо, слишком много раз погибал. Так, применяем вот это. В принципе, нам здесь, по идее, доступны все приемы, которые можно будет... Нам здесь доступны все приемы, которые можно было бы применить, если бы мы знали бы о них. Все приемы, которые можно будет прокачивать потом на протяжении всей игры. Вот зря ты выбил меня на улицу. Сейчас применю всю технику мокрого кулака. Тут как раз дождь идет. Я поэтому тебе и говорю, что зря. Так, я смотрю в глаза и видю лишь злобу. Кстати, у игры есть несколько концов, что самое интересное. А! Сейчас! Подсечка! И по мордасам! Да! Это было больно! Запрещенные приемы! Ну, кулак! Водного... Чего там? Текущей реки, короче, даст на себе снять. Покажись. Так, мы с вами будем играть за мальчика. У нас, кстати, уже красный пояс. В отмен, когда у других учеников был коричневый только. Мы уже лучше них, по идее. Паскуда! Тебя я съем первым. Тебя я съем первым. Тебя я съем первым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты будешь меня бить сегодня, нет? Нужно им выбивать их выносливость То есть у нас будет шанс Либо полностью лишить врага здоровья Тем самым его убить Или полностью лишить его выносливости По-моему, несколько раз И тогда у нас будет шанс его пощадить Мне интересно знать, что будет Если мы хотя бы одного босса таки убьем Там, допустим, тех, которые нам больше всего не... А, надо не так, да? Из тех, кто нам больше всего не нравится Мне очень нравится делать потички Они просто выбивают врагов Получи! Даже ничего сделать не смогла Они очень сильно выбивают врагов Из колеи, так скажем Гендир, так... Посечка А, на тебя я должен научиться посечке Ну, получи Очень интересная задумка Гендир Использовать свое Своё несовершенство По-моему, у нее же голова чуть не отлетела Использовать свое несовершенство Как достоинство У игры Отличная постановка Боев Ах ты засранец Делаем так Так И вот так По мордам ему Ат Ха-ха-ха-ха И так будет не только в моем воображении Янь Это угань Место, где мы только что были Где убили нашего отца И, кстати После Этого Он повесил Именно его фотографию А то был, видимо Либо предыдущий мастер Либо Какой-то их Знаменитый деревце На месте Убитого нашего отца Теперь растет деревце Здесь мы можем с вами Прокачивать навыки И здесь У нас сразу же Появляется момент Который мне Жутко Не понравился Потому что Так вроде Выглядит игра Интересно На первый взгляд Вы идете на первую миссию И Вам кажется Что все хорошо Но вот вы с нее приходите А заходите в древо навыков И понимаете Что навыков нету И думаете Какого хрена Оказывается Что навыки нужно открывать Перманентно То есть Вы хотите этот навык открыть Вы его открываете И потом Вам нужно еще 5 раз По 500 очков Собрать Для того Чтобы его Золочить Иначе В следующей миссии У вас его Не будет Пока вы его Не перман Пока вы его Не перманетизируете Короче Перманетизируете И Для того Чтобы Было более-менее Интересно Играть дальше Вам нужно Будет Локации Замастерить Грубо говоря Собрать там Очков Получить вам Нужное И тому подобное Так Это вот Фоточка Я не лидер Обучился И воспитывался Моим отцом И сифу Были близки Он многому научил Меня за те годы Еще со своей женой И дочерью Еще в моем детстве Затем вернулся Несколько лет спустя И холоднократно Убил моего сына У него есть еще Жена и дочь Чтобы вы понимали Сейчас он живет в здании Что парит над городом Ого И руководит центром Традиционной медицины Где по-видимому Не соприкасается С внешним миром Как интересно Это уна Вместе с моим отцом Были известными Уже людьми Среди городской Группы мастеров Кунг-фу Благодаря А все таки Кунг-фу Благодаря обостренному Значит сифу Это именно мастер В кунг-фу Благодаря собственному Чувству справедливости Она всегда Первой вставала На защиту Обездоленных И обзащитных людей Не знаю почему Она решила пойти против них Но она заплатит за это Теперь она стала Главой крупной И чрезвычайно могущественной Корпорации Она все еще помогает Сторожа чем за счет Своих новых средств Но ее инициативное обогащение Выглядит очень подозрительным Ну короче говоря Тут мы собираем Некоторые вырезки Ключи И прочие Детективные вещи Которые нам могут пригодиться Так Нам в первую очередь Нужен ботаник Перерезал глотку В ту самую ночь Первый в моем списке В банде числятся ботаником Никогда не покидает склад Да по нему сразу видно Что он торчок Ну пошли за ним Пошли Обратите внимание Слева сверху Возраст показан Двадцать лет Вот он там И Варит свой мед скотина Надо будет ему Забрегатировали Вход на склад Найти другой способ Пробраться внутрь Надо будет ему прийти И объяснить Что его рецепты Уже устарели Не, а если и нет Я не могу Отпыкнуть От этих добиваний Они не такие Соблазнительные Если честно Но желательно Было бы Потому что Против врагов Которые могут Реально Навалять Лучше его Не использовать Так У нас здесь есть два пути Один сюда Один сюда Да мы пойдем Сюда Бутылочка Торчки Реально Не выставят Неприятностей Да Я тоже так думаю Еще одна Так еще одна Давай Очень приятно Все это сделано Систему старения Я думаю у меня Получится вам здесь Показать Потому что игра Сама по себе Довольно сложная И убивать здесь часто И в этом Ее недостаток Кстати говоря Поезд до сих пор Красный Просто его не сменил Или ты нищий Или просто потому что Он считает что Черный поезд Должен выдать Сам Сифу Вотай Слушай А ничего что Две бутылки Ты споймал лицом Должен был бы Помереть Не хватает Концентра Концентрация Чтобы сделать Мою задумку Ладно Так получится Нужно лишь Оп Прекрасно Сейчас Бьем И по роже Получи Паскуда Следующий Кто заходит Получает бутылку В лицо Я предупреждал Мадам Вы же Играли в Бэтмена Да Мои дорогие Тарачки Должны знать Как он поступает С такими Как вы Так Лиловый туман Это у нас Подзводимый Здесь наркотик Вышел на рынок Спустя несколько лет После смерти Моего отца И с тех пор Объемы его сбыта Значительно выросли Угу Ну понятно Открывай Сейчас же Орет он В дверь Я сейчас Тебе покажу Кто здесь Клоун Оставь Этих Людей В покое Подонок Закрыл Свой рот Следующий Нам бы Эта труба Не помешала Луч Труба Что страшно стало Правильно Когда у него холодное оружие Он Не стесняется Пересчитывать Каждую Оп Оп Не считается Пересчитывать Каждый Суставчик Мне это нравится Очень больно Бьют Так Та труба Тоже была сломана Или мне показалось По-моему нет Но это ему точно сломали Когда мы Кого-то добиваем Мы получаем Здоровье Но я не знаю Что происходит Если мы Не добиваем Получаем ли мы Здоровье Или нет У нас на поясе Висит Ожерель Кстати Ну точнее Талисман Если быть точным Этот талисман Нам видимо Достался Тоже от отца Я не знаю Помню Когда нам Перерезали глотку Мы с ним очнулись Но именно Этот талисман Позволяет нам Возрождаться Когда нас убивают То мы Стареем Там на 1 2 3 10 лет И так далее Когда мы доходим До 80 летнего возраста Мы сразу же Умираем Игра заканчивается Заканчивается без Какого-либо Предупреждения Мне это жутко Не понравилось Если честно Потому что Хотелось бы Хоть там Какое-то Эпичное Пафосное Представление Пошел ты Как у себя Дома тут Бегаю Девушка Простите Но вы работаете Не на тех Так дальше Влетаем И сразу мочим Того Кто с оружием Конечно же Давай постараемся Не использовать Так Это Так Не добивание Постараемся Не использовать Не могу Пусть Вот как раз Тот самый штрих Про которого я говорил Который Довольно силен От которого Сложно Оп, что-то не ожидал Которого сложно победить, но возможно Так, нам надо оттуда О, смотри, кто-то выжил даже Ну точнее, конечно же выжил, мы же не убийцы Мы только калечим Так, прокачка, смотрите Вот есть эти, господи То, что зависит от возраста Мы должны успеть до 25 лет прокачать вот это Иначе, когда будет свыше 25, мы не сможем прокачиваться Прокачивать больше этот навык Поэтому я думаю, что стоило бы начать с него А также есть еще вот эти навыки, которые тоже очень неплохи Увлечить урон и эффектно нанесимое оружие на структуру противника Все это очень хорошо и неплохо Но давай возьмем прочность оружия Пока что И вот бусинки Здесь мы с вами прокачиваем другие навыки За очки определенные И допустим, что мне нравится Мне нравится мощная подсечка Но с другой стороны, нахер она нужна Когда мы отлично справляемся И после удара в глаза, к примеру Здесь часто валят на пол Или допустим, бьют в живот И мне кажется, что интересно Вот контратака на земле Потому что с земли, кстати, сложно Ну вот давай попробуем в нее вливать И будет у нас вот такая И я ее открыл И если вы думаете, что она будет с вами всегда Вот тут вы ошибаетесь Бананно, она не будет с вами Если вы подойдетесь на следующую миссию Вы даже воспользоваться ей не сможете Потому что она не прокачана перманентно Нужно ее еще пять раз проточить И тогда все будет окей И это, черт возьми, меня жутко удручало Осознание того факта Следующий Ладно, я не могу не использовать Это офигенское добивание Будем использовать Да, типа будет проблематично справляться Вот с такого рода ублюдками Жель, мне придется вышвырнуть тебя обратно Ну давай, попробуй Ты, типа, очень большой Но я знаю болевые точки Я знаю кунг-фу, мать твою А, так Вот так это делается Потом так Вот так И по мордасам Супер! Оп! Ха-ха-ха! И-и-и-и От обычной плюхи Отъехал Ну, как чего следовало ждать Деньги От наркоторговли От шантажа Несмотря что тут есть деньги И от заказных убийств Их тут, наверное, большая часть Мне что-то подсказывает Хотя нет, большая часть Тут, наверное, от наркоты Ага Эту миссию, да Как ни странно понять Я уже пролетал Я уже пролетал И По-моему, пару раз я это сделал И понял, что Если мне хочется Вот Перейти на вторую миссию Нормально То мне нужно будет Эту миссию замастерить Так, чтобы было Минимум потерь по возрасту И, в принципе Минимум потерь По всему Максимум прокачки Минимум потерь Что в итоге Файтинг, по сути Превращает в какой-то Рогалик Что мне жутко не понравилось Особенно, когда Не получается Минимизировать потери Вот, допустим Достик там 24 лет здесь И вот не получается Больше по-другому И тебе уже просто Осочертел Если в рогале Как что-то меняется То тут нихрена не меняется Кроме как, может быть Расположение Оружия в каком-то месте И то Я бы не сказал Что это тоже Есть какие-то изменения Потому что Как правило Все лежит Все время На одном и том же месте Пошел Выбаню Так Мадам Простите А, коленка Даже мне стало Больно Ах ты Паскуда Посмотри Видели у него было Минимум здоровья Так, стоп А воскрес С максимумом Не проблема Не проблема Так Что-то здесь есть Для нас Интересненькое Есть куча денег Нас в принципе Это не особо Интересует Но если честно На жизнь Можно было бы Да это грязные Деньги Вот это вот Все Но не всю же Жизнь жить А, вот тут что-то есть Да Не всю же жизнь жить В Угане Да что ты будешь делать Возьми ты флайер Так Сожжение 10 0 Ну, точнее Точнее 22 00 10 часов Вечера Здесь Надеюсь С шумом Один из бандитов Упоминал Что будет делать Здесь вставки На мероприятие Сегодня Вечером Окей В принципе Когда ты Более-менее Замасарил уровень То проходить Его уже Достаточно интересно Но когда Тебе Когда ты После Десятой попытки Его все-таки Прошел Как тебе нравится Ты приходишь На следующий И может быть Это какое-то Может быть Это как-то И оправдано Потому что Игра Коротенькая И в целом Чисто теоретически Не должна Успеть Приесться Посечка И добивай Отлично Так Делаем еще Прочность оружия Потому что Я сильно переживаю Что может Что мы можем По возрасту Не успеть Так Пермач есть Еще раз Пермач И так Еще три раза Только лишь для того Чтобы один Этот навык Так Мы нашли ключи Чтобы один Этот навык Переходил у вас дальше И учитывая Что игра Коротенькая Тут всего Несколько локаций По-моему Около Четырех Или пяти Локаций И пять Боссов Соответственно И открыть Все что у вас есть Пройдя это все По одному разу Не получится А если вы будете Терять По десять Смертей На каждом уровне То есть по десять Лет скажем так То в итоге Вы к концу Дойдете В возрасте Около шести Десяти лет Что уже Само по себе Неприятно Чисто психологически Мне кажется Что вы думаете А так Одна вторая коленка И все Следующий Ах ты Тихо Давай без добивания Попробуем Здесь точно Оружие Нам нужно Отлично Здесь по-любому Будет кто-то Сильный А Прям по затылку Нет 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 Зараза Вот смотрите Щучик смерти Величивается На единицу С каждой Смертью Очков Чтобы Немножко Прокачаться Нету И чтобы Подняться Мы используем Как раз Наши Бусинки И это Добавляет К нашему возрасту И в итоге Нам теперь 21 год Это очень Интересная Механика Мне действительно Понравилась Но реализована Она немножко Так Как будто бы Немножко Не так Как хотелось Бы По крайней мере Не так Как хотелось бы Мне видеть Так Супер По ногам Слушай Вот так Да Так Убегаем Сейчас опять И гребем Сильны Сильны Но мы можем Нет Еще пока Не можем 23 Господи Стремительно Просто Как быстро Мы стареем Да пошел ты Я не успел Его добить Но я думаю Что если бы Я это сделал То Он бы скорее всего Воскрес бы С полным здоровьем Что это Цветочек Который используется При создании Лилового Атамана Ну понятно Друманищий Цветочек Исследовать Локации Смысла нету Потому что Здесь нихрена нет Хотя здесь Есть такое В конце Миссия Вам пока Так Давай возьмем Поновее Что-то Показывает вам В конце Что вы там Нашли столько-то Там Допустим 16-17 Вы открыли Каких-то Мест На кому это надо В данном случае Босс говорит Что не пропускает Никого С дороги Ах Ты зараза Да как ты посмел Вообще Меня тронуть Ааа Нет Да что Это Короче Ладно Неважно Давай прокачаем Вот этого дела Игра действительно Сложная Как и говорят Но сложная Только вот Из-за этого Момента Потому что Точнее даже Ага Точнее даже Правильнее сказать Не из-за момент Самой А так вот Я хотел применить Этот удар Блин по глазам Так и не получилось Сложна не из-за Самой Системы Старения А сложна Из-за того Что вам Приходится Чисто морально Сложна Из-за того Что вам Приходится Постоянно Все Переигрывать И это Напрягает Потому что Это Неполноценный Рогалик Вот и все Он Он не генерируется Случайным образом Не генерирует Случайные события И каждый раз Мастерить Один на тот же уровень Раз за разом Просто становится Просто скучно Вот и все Так Давай сразу Вот этого делай И до 25 лет Мы успели Дальше До 40 Надо Надо Сесть Сделать Выносливость Здесь кстати Называется Не выносливостью А называется Как они ее Здесь называют Структура Называют ее Структурой Почему-то Ключ Карта От комнаты В убежище Прекрасно От комнаты В убежище А это Слушай Это ж по идее Если он жил Когда-то с нами То Этот Ботаник Да То может быть Можно Так Дверь в комнату Закрыта Похоже что Не закрывается Чья-то личная комната Не знаю Можно ли в нее попасть Но может быть Можно в убежище Где мы с вами живем В Угане Может быть Можно сделать Пробежку там И открыть дверь Если про это убежище Идет речь Может быть Про другое Ах ты Вот Это понятно Ему грех Не заниматься Тем чем он Занимается Колдун Гребучий Опа По глазам ему Вали его на пол И ломай ему череп Вот так Ага Так повторяем И уворачиваемся Я не знаю Каким Таким Чудом Тот здоровяк Ау Так нехорошо Каким Таким чудом Тот здоровяк Умудрился Нам Жизнь Испортить Аж на несколько лет Чтоб вы понимали Да Получается что Нет возможности Лечиться В бою Если нас убивают Нас убивают Это накапливается И у нас есть Вариант Попробовать его тоже Кстати Не убивать Как я уже говорил А пробовать ему Отнимать его структуру Его выносливость Тем самым Потом попробовать Пощадить Когда он будет Изнеможден Но кому это надо По-моему Мы что-то Нанюхались Да О У меня появилась Легкая небритость Я так смотрю С возрастом Пух превратился В легкую небритость Оп Угу А Мы кстати говоря У нас Так Нехорошо Ого Это больно Я не успев Не успеваю Заблокировать Эту его странную Атаку Оп Ага Аааааааờ Я все пытался Сбить его С его Сраных ног Ну ни черта Не получилось Так Давай Еще раз уже 27 лет. Это, честно говоря, очень мерзко. Вот чтобы такого не происходило, это придётся эту миссию переиграть потом. Да сбей ты его с ног! Это ж ещё не так просто делается. Миссию потом придётся переиграть, чтобы добиться лучшего результата. А, что такое? Уже самого ноги не держат, да? Ну да. Ах, обалдеть, резанул. Очень маленький... Зараза. Ещё сейчас второй раз убьёт, я тебе гарантирую. Очень маленькое окошко, в котором можно успеть заметить, какую атаку он проведёт. А, паскуда. А ведь надо заметить. Ты посмотри. Нет! 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 Он отнял лучшие годы нашей жизни! Жизни! Чтоб ты всрался, ботаник! Короче, заколебал! Не пощажу! До свидания! Короче, вот такая вот игрушка. В принципе, у неё очень прикольно построено. Кинематографично. Все драки. Играть интересно. Но когда вы понимаете подноготную игры, то становится скучно. И с этим сложнее всего бороться. Поэтому проект получился сомнительный. И я так понимаю, что высоких оценок он тоже не получил. Хотя поначалу мне показалось, как это так. Вроде прикольно выглядеть, пока сам не пощупал. Поэтому, если вам интересно, мой долг был вам показать эту игрушку. А вы, если хотите, можете посмотреть её сами, пощупать и сделать своё заключение о ней. Короче говоря, Сипы. Я надеюсь, что вам понравилось. И всё. Всем пока! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok